Я сейчас делаю овсяную кашу с изюмом и сухим молоком. Это именно для тех, кто в работе. Есть какой-то перерыв, хотят немножко горячего провести. Идея, а точнее желание помогать нашим бойцам на передовой появилась у хозяйки семьи Сергеевых Евгении. Через группу в социальной сети связалась с организаторами волонтерского движения «Готовим для наших» и предложила свое участие. Это группа, где люди со всего Приморья, на самом деле. Потому что у нас даже бывает там с находки, пишут, что девочки, забейте, вот мы вам там насушили ночи, каши, что-то. То есть там много людей, там, наверное, около тысячи человек сейчас уже. И каждый помогает как может. Начинали с сухих души. Затем стали готовить каши с добавлением сухофруктов и сухоовощей собственного огорода, как добавку к солдатскому продовольственному пайку. Сопутствующие продукты предоставляют волонтерские организации. Многое закупают и выращивают сами. Пайки – это пайки. То есть там нету домашней еды, там нету вкусной еды. То есть оно все однотипно, как в армии пайки эти. То есть, а когда завариваешь нашу домашнюю кашу, ну, как бы вспоминаешь о доме и о том, что тебя там ждут. Чтобы разнообразить солдатский рацион, Сергеевы стали больше выпекать печенье. Нашим солдатам оно очень нравится. Напоминает вкус дома и вкус детства. Мама готовит и раскатывает тесто. Мед, корица, имбирь, масло сливочное и сахар. Мальчишки при помощи специальных формочек делают заготовки, раскладывают на противень и отправляют в духовку. Технология простая, а главное, что в производстве принимают участие все члены семьи, даже двухлетний Лёва. Кашу раскладывал у нас как-то так. Но в основном его функция не мешать. Потребность помогать тем, кому помощь нужна, появилась у Евгении неспроста. Ее брат участник спецоперации. Муж военный пенсионер. Она сама педагог, воспитатель, логопед. Но прежде всего она мама и пример для всех своих пятерых детей. Так мы проводим вместе время. То есть у них есть потребность провести со мной время. Ну, а если я на кухне, то они тоже на кухне. А у них нет потребности уроки сделать вместе с тобой? Нет. Елисей со второго класса самостоятельный ребенок. По призванию инженер. Он очень любит строить. У нас целый город Лего на втором этаже. Он построенный. Гоша будущий военный. Первая фраза у него была «Я буду танкистом как папа». Потому что папа не танкист. По Пете пока вот мы еще не определились, с кем он будет. По Алине было с детства видно, что она будущий врач. Все разные. Будущий врач Алина на примере мамы задумала со следующего семестра организовать у себя в университете группу «Готовим для наших». Желающие принять участие обязательно найдутся. А помощь лишней не бывает. Со следующего семестра начну, наверное, собирать группу. Потому что СВО – это такое дело, что очень нужно и души, и каши, и супы нашим солдатам. Нам будут привозить ингредиенты для этого, будут привозить материал. И мы будем это делать. У молодых людей, только начинающих свой жизненный путь, всегда есть острая потребность в самореализации. И для многих родители служат идеальным примером. Важно только, чтобы этот пример был положительным. Сергеевы не думают об этом. Они просто делают то, что считают нужным. Папа Алексей вместе с такими же неравнодушными мужиками делает специальные захваты кошки для ликвидации мин и растяжек. Вот так вот оттачивают, собираются, фиксируются тут карабином. Сюда фал цепляется и закидывают. Ну, это же нужно еще попасть. Ну, когда растяжки, в основном, там главное правильно закинуть и вовремя упасть. Потому что фал, когда может коснуться, ну, растяжки самой, да, она может сработать. А если стоишь, может... Ну, они, в основном, бойцы отрабатывают технику, кто готовится, хочет вернуться. А есть ли мина? Если мина, то обкапывают и цепляют вот двумя зубами. Либо за край, либо есть, если есть, ручка на меня бывает. Но если нет, то цепляют прямо вот сюда и отходят на безопасное расстояние. Отбегают и дергают уже. Подрывают. Да, потому что не то, что мина может... Ее можно разменять. Под ней может быть мина-ловушка. То есть на вот этом саперы попадаются, бывает, что... И вот, делаем вот эту штуку. Всего на передовую отправлено более 500 таких приспособлений. Это значит, что спасено как минимум 500 жизней наших солдат. А это чьи-то дети, отцы, братья. Свои, в общем. А своих мы, как известно, не бросаем. Противно сидеть на диване и причитать там, ну, когда все это закончится. Надо, чтобы быстрее закончилось, надо помогать. Чтоб ребятам легче было работать. Не хватает.